всем привет это яркий фото батл и сегодня будет крайне интересно и необычно потому что с нами сегодня полина серафима и сергей и этот батл вас сто процентов потрясет поэтому усаживайтесь поудобнее будет любопытно погнали ребят помашите в кадр ты снова смотришь фото батл и снова я решил кое-что поменять во первых немного поменялся формат надеюсь тебе понравится а во вторых в этот раз я прислушался к комментариям предыдущего фото батла где вы говорили что разные локации и разные модели это не очень понятно как сравнивать теперь все происходит в одном месте с одной моделью два человека показывают как они фотографируют и фотографируют они достаточно странно примечательно что у каждого нашего героя есть фотографическое образование то есть это не просто люди как я которые где-то там как-то выучились и фотографируют а вот именно фотографическое образование и это очень интересно поэтому рекомендую тебе запасись чем-нибудь вкусненьким и начнем и до небольшой дисклеймер в этом видео иногда ругаются матом в этом видео можно увидеть части женского тела если ты к этому не готов выключая видео и да из-за того что будет внедрён формат такого мини интервью вставки со мной будут поменьше но на мой взгляд это только улучшит ваше погружение в процесс работы напоминаю что в фото баттле всегда побеждает зритель желать его приятного просмотра маленькое предупреждение меня здесь нет я как призрак буду снимать ваши действия нас всех здесь нет да здравствуй илья меня зовут сергей фамилия дегтярёв собственно кратко о себе в какой-то момент моей жизни я понял что я хочу либо творить либо вытворять участь получается второе конечно все мы не без греха и в какой-то момент времени я попросил так илья я я все понимаю вот правда творчество полины музыки она бесценно так иначе бы остановились так и позволишь я начну сначала конечно конечно меня зовут сергей дегтярёв я фотохудожник и собственно как я пришел к этому в какой-то момент своей жизни в юности ранней когда мне было лет 15-16 я понял что я хочу что-нибудь творить ну или вытворять чаще конечно получается именно второе но я стараюсь все таки идти к первому варианту сергей а скажи пожалуйста как ты вообще оцениваешь что нужно вот у тебя в голове просто рождаются какие-то идеи или ты импровизируешь или есть какие-то внутренние заготовки смотри у меня внутрь заготовок каких-то референсов нет то я действую именно исходя из своих ощущений потому что я хочу на своих фотографиях передать то как я чувствую себя то есть это вот в буквальном смысле мое самовыражение я сейчас подготовлю себе немножко фона мы с тобой будем сниматься ванной по большей части многих такое такая история есть то что я попросил родители подарить мне фотоаппарат в общем они мне подарили фотоаппарат и пошло поехало сначала я как слепой котенок тыкался в настройке камеры что-то пытался снимать снимал всякую билиберду вот от слова совсем потом я познакомился с человеком в своем родном городе он мне сказал блин вот есть такая классная штука баланс белого попробую ее изучить и твои картинки станут интереснее я такой прикольно начал читать искать всякий материал это был далекий 2013 год и собственно пошло-поехало и в какой-то момент меня судьба свела с одной девушкой мне попался в руки в пленочный фотоаппарат я отснял черно-белую пленку и у нас в городе и и не проявляли я пишу этой девушке расскажи помоги как что для этого нужно ну она мне рассказала показала это краткая история как я оказался здесь в москве я ее называю коротко о том как серёжа влюбился детали . круто потому что на самом деле очень часто видишь стерильных людей на плане того что здесь человек он выглядит как другой человек или как и как третий и это неплохо это нормально я ничего против не имею но вот именно с какой-то творческой безумкой когда сталкивается это по-моему гораздо интереснее ну по крайней мере это рождает определенные истории и это здорово в какой-то момент мы с ней договорились встретиться погулять накануне встречи я ей звоню и спрашиваю ну привет чё как насчет завтра она такая ой серёж прости а я в москве я такой ну ладно спишемся кладу трубку с и вместе с тем как я положил трубку меня все внутри переворачивается и падает я такой вбиваю в яндексе учебные заведения города москва и нахожу колледж в котором учат фотографии я на тот момент уже ну где-то месяцев 8 9 снимал я такой да это то что мне нужно и я поступаю в колледж на фото художника и собственно по образованию я фото художник то есть когда ты называешь себе фото художником это прям это то что написано у меня в дипломе фото художник считаешь ли что твое образование фото художественное оно что-то тебе дает грубо говоря то есть оно прошло не зря или глядя на других фотографов которых нет никакого профильного образования потому что я и без фото художника мог бы но смотри в колледже я получил знания которые в данный момент времени очень сложно получить а если ты их получил их сложно реализовать на практике я говорю сейчас именно про работу с аналоговой фотографии с пленочной фотографией именно вот в колледже я проявил свою первую пленку и до сих пор периодически когда у меня есть возможность есть время я когда снимаю на пленку я самостоятельно проявляю самостоятельно печатаю фотографии да эти навыки мне были полезны что касается с современной цифровой фотографии большую часть информации в целом можно получить абсолютно спокойно не учась где-то в профильных учебных заведениях но там у тебя есть преподаватели которые тебе могут подсказать что-то которое интересно помогать тебе там есть люди которые занимаются тем же самым делом что и ты то есть у тебя есть комьюнити в котором ты находишься ты получаешь навыки которые ты если и получишь что с очень большим трудом и с большим количеством траты времени если ты ты будешь делать самостоятельно до образование полезно но я бы не сказал что она прям требуется по примере теперь самое веселое что именно так я понял защитный чехол защитный чехол а ты можешь его надуть сначала нет я этим заниматься не буду но тебе все-таки зададут глупый вопрос а нельзя ли как-нибудь менее экстравагантно самый простой и рабочий способ это чтобы ты просто его не замочил да да не знаю и дает вопрос на модели твои ну или сидим и так и что это с этим что за бред я думаю из контекста понятно что такая степень защиты нужно для того чтобы обезопасить светильник от воды потому что ванна заполнена водой в контексте вроде как это понятно но я решил на всякий случай вам об этом сказать берегите своих моделей и берегите свое оборудование человек работает не мешаем человек смотри как он сразу нормальная картинка не надо потом илье бедному сидеть и проявляет его вот смотри уже хорошо я сейчас убираю передачу файлов на сервер потому что это нам сейчас не требуется поскольку это немножко мне рабочий аппарат а сейчас собственно самый излюбленный вопрос всех зрителей а какое у меня и со какая выдержка какая диафрагма в данном случае выдержку я буду подбирать по настроению это будет что-то около секунды полутора-двух дырка скорее всего будет четверочка iso минимальное и пожалуй еще возьму вспышку это не фильтр это синий фольф киношники предметчики часто ею пользуются здесь я использую в качестве ограничителя светового по полка до сночек смотри ножки закидывай прямо на сегодня да смотри ты сейчас вот прицеливаешься все-таки спрашивать да сейчас ты сейчас прицеливаешься а вот модель например она может не понимать чего вообще-то от нее хочешь какое эмоциональное состояние ты подстраиваешься в состоянии модели или говорит что делать я обычно стараюсь погружать в ту атмосферу которая мне требуется логический вопрос какая атмосфера тебе требуется мне требуется немножко тревожно-депрессивная поскольку я тебя наверное попрошу сейчас встать чтобы я чуть-чуть подвинул чуть-чуть на меня развернись ножками какая великолепная татуировка это грех ее скрывать так наверное все таки возьму свою любимую малышку и со своим бюджетным стеклышком потому что она сейчас больше всего подойдет но я бога поснимаешь на же ворвать кадры у людей сергей говори что происходит а я сейчас прицениваюсь к верной экспозиции поскольку этот я сейчас буду снимать эпилептический припадок нужен а он мне позволит создать то настроение которое мне хочется показать а именно тревожность именно пену человек падает на пол и начнется пену он дергается вот такую богу хорошо но я не настолько я не настолько жестокий я как и многие современные фотографы сейчас снимаю сериями потому что не всегда с первого раза удается сделать именно то что мне требуется у кого-то всей жизни не хватает чтобы сделать как требует ничего страшно те которые сейчас на слуху на виду они про популярность про известность но не про фотографию это мое личное мнение то что вот у них про имя не про фотографию они могут делать великолепные фотографии но в их фотографиях не чувствуются любви то есть я могу сделать картинку которую делает допустим ну кто у нас из популярных я запеку все ну я могу сделать такую картинку вопрос зачем мне это интересный вопрос для меня вот данная съемка была возможностью сделать даже не так была возможность показать что я чувствую как я вижу этот мир как я его ощущаю скажи пожалуйста вот ты говоришь что чаще всего снимаешь когда тихо но любишь ли ты ставить например музыку какую-нибудь смотри я чаще всего снимаю когда у меня в наушниках играет музыка если я снимаю кого-то я могу включить музыку но чаще всего это моя музыка чтобы я мог раскачаться и войти в кураж отлично какая ссылочку на плейлист отправлю потом чаще всего это посгранич какой-нибудь и прочие виды альтернативного рока но не все может зайти мой вкус поэтому тут если повезло то повезло если не повезло то продолжаю это делать в тихой но и структуру серафима ты любишь сниматься под музыку кстати полина будем спрашивать нравится ли слова кпсс как и репер вообще моя любимая камера это canon 5d первого поколения но он у меня к сожалению умер окончательно и бесповоротно умирал дважды дважды реанимировал но камер 2005 года так что ей это можно простить что тебе просто я хочу задать глупый вопрос вот мы здесь какие-то контакты это это была часть вспышки а почему ты не купишь какой-нибудь годокс там не знаю за недорогу это не так атмосферно я согласен но все же зато работает скажем так сегодня ночью она работала транспортировку видимо не пережила хочешь сказать интересный момент у тебя начинает что-то идти не так как ты с этим справляешься стараюсь не паниковать если что-то идет не так я либо это пытаюсь оперативно решить если не получается перехожу к плану б надеюсь не сильно стра бит уже серия у меня глупый вопрос тут очень много заморачиваешься над видео вот на торгизмом и так далее а чем ты вообще тогда снимаешь фото то есть обиде заморочки они выглядят реально интереснее чем фото на видео у меня не стоит вот этот ответ я даю каждый раз когда у меня спрашивать почему я не снимаю видео да и именно этот ответ с далекого 2015 14 года ну не нравится не мое хотя периодически доводилось снимать видеоролики но в качестве чисто пришел поставил камеру на штатив нажал на кнопку я спрашиваю потому что ты грубо говоря там 80 процентов работы для видео уже сделал обращайтесь а я конечно пока точно не знаю но мне кажется это будет самый странный фото баттл есть такой у меня есть такое ощущение она суши для меня это тоже часть процесса у всех по разному и это прекрасно собственно я сейчас на свое чудесное стеклышко есть поставил самодельный мист фильтр но все знают как он делается конечно плюнул растер ну почти лак для волос лак для волос каждый день кстати фольга каждый день стрейч пленка каждый день каждый день нас сегодня выручает про взаимодействие с моделью для меня эта съемка была достаточно тяжелой потому что для меня незнакомая модель я с ней не общался до этой съемки я ее в живую не видел я не знал как с ней можно себя вести как ты наверное уже понял подготовка к съемке это очень важный процесс и занимает он достаточно много времени кстати спойлер полина тоже будет подготавливаться некоторое время и это абсолютно нормально но сергей пошел немножечко дальше сергей хотел психологически пообщавшись с моделью погрузить ее в определенное состояние который сам же и хотел передать этот момент я наверное не буду показывать потому что он достаточно личный можно сказать даже интимный единственное что стоит уточнить что это достаточно сложно в принципе когда ты делаешь этот этот то есть только наедине с моделью а здесь сергей модель до этого не знал был с ней незнаком первый раз я видел соответственно вокруг еще ходят какие-то другие люди смеются снимают ну и конечно же настроиться на какой-то такой вот и на единение на какой-то такой очень интимный лад достаточно сложно тем не менее сергей попробовал и на своих фотографиях пытается это вам показать то как он чувствует на мой взгляд достаточно интересный подход можно очень нескромный вопрос а сколько тебе лет 20 но слушай 20 это еще не повод грустить о том что так подожди сразу девальвируем ты чё мне 37 не успешный ты чего илья я тебя попрошу сейчас пока не вмешиваться я сейчас все я понял ты настраиваешь чуть-чуть просто почему-то вот у меня было какое-то количество определенных съемок с мужчинами почему-то замечаешь что мужчины более требовательные более категоричные в плане съемок это сейчас на вас не перекидываю расслабься о чем и блогеры ниже падать некуда не 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 поправочка блогер он блогер он я в простой фотохудожник я не блогер готова конечно раз на супер мы с вами видим как денис устанавливает оборудование и находится буквально в метре от провала вот я бы сказал в сантиметрах вот так вот рискуют собой честные операторы ты сначала не разговаривал с моделью а потом стал активность не разговаривать вот опиши подробнее как ты взаимодействовал с моделью я не не имел представление что это за человек также из сложности было то что для меня незнакомая локация достаточно маленькое пространство и те вещи которые я хотел бы реализовать придя на локацию я понял что они у меня не получатся у меня был собой реквизит который мне не потребовался ну наверное потребуется для следующей съемки или в хозяйстве про общение с моделью когда я начинал съемку да я действительно проводил это в тишине потому что первое мне надо было абстрагироваться от происходящего чтобы банально настроиться настроиться на саму съемку настроить свою технику выставить как-то свет после когда я уже понял что я уже готов именно делать я уже начал подключать модель чтобы она помогла мне передать мое состояние не знаю будет ли этот фрагмент в итоговом ролике я начал разговаривать о том что чувствует модель мне на самом деле очень повезло с моделью сегодня потому что отчасти она испытывает некоторый спектр эмоций которые я переживаю в данный момент времени и я надеюсь что что у меня получилось это запечатлеть потому что у меня в моем понимании мира в моем понимании фотографии фотография рождается не в момент когда я нажал на кнопку а в момент когда я эту фотографию уже потом смотрю потому что ну недостаточно нажать на кнопку в нужный момент нужно понять что именно этот момент был тем самым так сергей рассказывай что здесь происходит сейчас я сейчас серафима буду отправлять так сказать плавание пока да и у вода у тебя синие потому что там лежит световой прибор правильно да но сейчас я воду хочу белую именно для этого ты делал так сказать дополнительную защиту конечно потому что безопасность прежде всего да ну что потихоньку погружаемся так позвольте эксклюзма так так эксклюзма но это бога выходим или поснимаем да пожалуйста все огонь на самом деле очень сложно снимать да будет уже неизвестной локации незнакомого человека но это всегда очень-очень любопытно так чуть-чуть ниже можешь опуститься ну что же мы тут снимаем что-то интересное для как вы понимаете фото батла подписывайся много нового интересного ждет тебя впереди прям поворачивайся на бок чуть чуть ниже ножки опусти пожалуйста супер чуть-чуть обратно вот так ну может чуть-чуть подогнуть вот насколько нужно довести человека чтобы он в одежде ложился ванна я сейчас немножко переоденусь потому что все таки ой фу какая ярость ваша заливная рыба купить дым машина она хоть глюцерином пахнет а а а а а а обожаю красный свет наверно ты уже могла догадаться что это мы любим этим я заметил по твоей помаде ёберный театр посмотри на свету с инстекса по моему самой этой фотки получаются от мыши х сканировать использует как фото а мне нечем с к сожалению сканировать поэтому аппаратом просто сними все тучу ну что доведем твою тревожность апогей точный быстрее быстрее подожди продолжаем прям весь макияж давай стоп стойте за макияж у меня объектив юпитер 3 в свое время мне подарил мой товарищ еще в волгограде потом к сожалению линза блок у него закончился я нашел на авито за целых 2000 рублей другой линза блок полтинник с диафрагмой 1 и 5 прям вот да твою налево отлично сколько мне нужно времени я думаю минут 10 10-15 ванная уже не нужно да хорошо у тебя пояс завязан нож его развязать у тебя только полоска будет так сергей двух словах что ты делаешь я сейчас хочу завершить серию возможно это будет начало возможно вы перешли в кладовку 2 по порядку пришли в кладовку чтобы чтобы сделать классические картинки девушки в гардеробе развяжем жестко у настоящего мужчины три руки правая левая и зуба можешь также сесть обнять колени пожалуйста все переодевайся в брюки и белый верх черный низ почти последний светлый есть прядь весь будем закрывать сейчас дверь если вы с нами то вы с нами так я согласен учиться так серофим ходи ко мне ближе ничего страшно у меня есть еще несколько кадров так успокойся средний палец лоб большой подбородок повторяй прям вот по миллиметрам двигай когда я медленно двигаю двигаешь по миллиметрам поднимай 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 наклоняй туда 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 наклоняй вперед чуть обратно и чуть ближе ко мне на другую сторону перевернись да и волосы перекинь дай пожалуйста там два один три совета другим фотографам чтобы порекомендовал посоветовал если тебе говорят что твоей фотографии говно посылай в пеший эротическое снимай больше снимай чаще люби то что ты делаешь не распыляйся и не снимай на nikon хотя снимает не камера снимает фотограф но nikon не надо все большое спасибо спасибо за интервью за съемку было очень интересно сергей закончил фотографировать это значит что настала очередь полины полина очень сильно отличается по стилистике работы от сергея помимо того что полина с серафимой уже знакомы и даже вместе фотографировались сама стилистика полины сильно отличается у нее она достаточно напористо знает чего хочет мгновенно экспериментирует мгновенно принимает решение и смотреть за этим честно сказать очень интересно настолько интересно что даже в общем-то не старался ее никак не перебивать она фотографирует а мы находимся рядом и стараемся это запечатлеть а всю информацию мы потом берем просто на интервью который вы слышите как раз за кадром ну чтож очередь полины давайте посмотрим вот селфик надо сделать рад был познакомиться когда я буду открою ротик да слышу хорошо даже с одним словом здесь тяжело дышать просто нет шапочка шапочку из фольги надо конечно привет представьте пожалуйста я полина глупый вопрос почему музыка то что это моя фамилия это прям реальная твоя фамилия не псевдоним да вот это круто я не знаю потому что ты выбрал себе псевдоним с такой фамилии ты не потеряешься это очень интересно расскажи пожалуйста про свою фотографию у тебя очень необычный очень дерзкий яркий стиль ты где-то специально училась для этого или как ты вообще пришла к ней ну фотографирую я давно и в какой-то момент большую часть времени или половина половина фотографического пути это красивые портретные съемки потом я поступил в школу ротченко начала заниматься времен искусством и сконцентрировалась на арт-портретах потом каким-то таким образом вышло что я начала снимать около трешовые вещи хотя не называя их трешовыми но просто и не читая их трешовыми вот скажем так это оценка зне вот начала снимать себя достигла определенного градуса популярности за счет этого потом сделала акцию свином и кровью распиарилась за счет этого но не намеренно и опиарилась вот потом я поступила на философский факультет уже там спустя несколько лет перестала заниматься искусством занимался написанием текстов вот занималась философией и недавно фотография ну и параллельно делала какие-то автопортреты провозила какие-то автопортретные съемки делала коллажи вот эту всю историю вот и потом начала снова заниматься фотографией уже под конец философского факультета все собственно говоря и ну как-то какой я какой был вопрос почему такие дерзкие да почему смотрю в камеру достаточно белого да супер идеально теперь у тебя есть же розовые тени румяшки я даже знаю думаю можно три сердечки румяшки прикольно получилось такой границы стоп 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 боже какой фокус борт за ней нажми боже какой разъёб тебе объектив потерять да давай слушай что что это за объектив он дорогой 60 тысяч ладно а я не подношу камеру глазу я с дисплея снимаю у меня вот это нравится да да окей закате глаза да супер идеально только поярче мне нравится что на каждом салтаем потому что это лишний раз показывает что весь фотофетишизм потому что люди которые снимаются они снимают должны салтая люди которые не снимают на соня 9 и не снимут все разница не делай не делай их ровными то есть как бы как будто тяп-ляп знаешь сделал при на как ты выбираешь какой должен быть мэйк это когда созданы выбрали это чувство или как это происходит но появляется сначала я не знаю по-разному бывает что видишь модель как вы понимаешь как у меня должен быть мэйк бывает появляется какое-то конкретное платье и уже под него какой-то мэйк формируется бывает отталкиваешься от места не знаю от какого-то да супер да 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 острые уголки мне кажется одну загрязнить эту а там с другой стороны да точно надо подумать как тебе приклеить а у тебя есть прозрачный скотч а у тебя есть серый еще скотч покажи скотч пожалуйста вот так не вдохновляется это хорошо в принципе да можно серым скотчем он отрывается сам легко даже формировано такие какие-то почему такие я я не знаю то есть такой так выходит как но это я применяю что-то идет через тебя то есть это это твое ты так чувствуешь ощущаешь и тебе так интереснее и чем снять красивый портрет да в этом был просто почему я акцентирую на этом внимании многие фотографы которые фотографируют у них нет никакого там высшего среднего образования вот как и с сергеем было а например у меня нет никакого образования просто есть возможность там фотоаппарат взять и фотографировать и поэтому очень интересно как люди получившие определённую базу мало того в твоем случае не только фотографическую но и философскую Почему человек приходит именно к такому решению? Просто важно понимать, что в школе Рощенко я получила не полноценное фотографическое образование. Там я получила contemporary art выделку, то есть современное искусство. Следовательно, моя фотография, как и современное искусство, в чем прикол современного искусства, что бы это ни значило, когда я говорю «савриск», подразумевается, что есть некая проблема, некий конфликт в работе, который каким-то образом виртуозно обыгрывается в разных формах. И фотография для меня работает точно так же, то есть когда я снимала красивые портреты, я снимала очень красивые вещи, и они были достаточно успешны на то время, были заказы, и все на свете, но в какой-то момент возникло ощущение, что это пустая история для меня, и мне хочется снимать вещи, в которых будет конфликт. Сначала это был конфликт эстетический, сейчас, наверное, это конфликт более этического характера, потому что я прекрасно понимаю, почему я делаю такую... Ну, в смысле, я прекрасно понимаю, что я хочу сказать своей фотографией, и я могу это озвучить. Моя фотография — это обещание свободы. Да, как как бы красота есть обещание счастья, так моя фотография является обещанием свободы. Ебанутая рука хокклёстная. Боже, в этот разъёл. А зубы такие жёлтые. Да-да-да, это же охуенно. Я очень люблю жёлтые зубы, чёрные зубы, жёлтые зубы. Всё, пойдём. А можешь руку одну положить, локоть на этот? Да-да-да, так-так-так-так-так. А можешь вот этой приподнимать, как бы, юбку немножко? Да, вот так, супер, замри. Сейчас немножко. Да, супер-супер. Нет, верни голову вниз. Да, вот так. И на меня разверни прямо. Чё-то в этом есть. Да-да-да-да, супер-супер-супер-супер. Да, давай зажём их. Давай. А можете не отсвечивать вспышкой, пожалуйста? Супер-супер-супер-супер-супер-супер-супер. Да, вот так, идеально. Вот эту ногу можешь выше её засунуть? Прям каблуком паст. Давайте, помогу. Блядь. Ладно, оставь так, оставь так. Вот эту немножко на меня вытяни. Ага. Всё, расслабляйся. Плохо получилось. Давай, да, вот так. А можешь каблуки соединить? То есть, да, вот так. Одну свечку чуть повыше подними. Ага, 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 ага. Слушай, что-то в этом есть. Да. Теперь позирую, как ты хочешь, как чувствуешь. Да, супер-супер-супер-супер-супер. О, боже, потрясающе. Очень красиво, очень красиво. Вот это просто идеально. Слушай, поставь их на место глаз. Да, вот так, с ногой супер. Да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Всё, слушай, я поправлю немножко. А пододвинь вторую поближе к себе тоже. Ага, 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 ага. Посмотри в камеру при этом. Супер, отлично. Давай сменим локацию. Может... А, слушай, встань просто в угол. Хороший кадр. Хороший, хороший. Давай вот на фоне тоже самое, только на этом фоне. Сесть или... Не-не-не, вставай так же точно, так же с руками, как было. Да, вот так. Супер. Я не могу нащупать этот кадр. Ладно. И свобода, она в таком плане, да, в такой художественной обработке, она невозможна без, ну, как бы, какого-то эстетического, да, подрыва своеобразного. Вот, мне кажется, так. То есть, это некое трикстерство? То есть, ты закладываешь это специально? Нет. Или это вот просто... Нет. Просто то, как я фотографирую, для меня это и есть красота. Я понимаю, что это некрасиво для других, вот, и за счёт этого случается эстетический подрыв, да. Но я ничего из себя не выделываю и никогда не выделывала. И не пыталась быть провокационной. Очень часто я пыталась быть, наоборот, более умеренной. И это получалось ещё более провокационным, скажем так. Вот как-то так получается. Слушай, интересно, давай немножко попроще темы возьмём. А вот, например, ты начала фотографировать. На что ты фотографируешь? Ну, а сейчас я снимаю на Sony Alpha. Я не помню, какая модель. До этого я снимала... Ну, у меня много разных фотоаппаратов плёночных, цифровых. До этого я снимала тоже на Sony Alpha беззеркалку. Мне её просто одолжила приятельница. И с этого я начала как-то активно фотографировать. Вот, а так около 10 лет я снимала на Canon 60D. Но он просто развалился в труху, превратился как бы в мусор. Вот, я его предала за 3 тысячи какому-то очень странному чуваку, который хотел его починить. Вот вся история. Ну, кажется, охуенный секс. Секс, да. И с туре эти повсюду, блядь. Да, да, да. Давай попробуем... Давай попробуем на балконе. Давай. Давай, слушай, может, сейчас тогда с углём? Давай ещё так, мне кажется, на балконе. Ладно. Очень круто. Сейчас, погоди-ка. Чёрт, замри. Так. Меняюсь? Замри так. Всё, меняйся. Да, потрясающе. Идеально. Боже, какая красота. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Это просто разъёб. Да, вот. Ну, посмотри. Да, она. Она. Очень красивая. Мне кажется, очень круто. С ногой это уже. С ногой нравится тебе, да? Да. Вы все здесь? Давай, может, сюда сядешь? Я боюсь. Всё, ладно. Всё, ладно. Да, супер, супер, супер. Школьная фотосъёмка. Процессия с подружкой. Да-да-да, потрясающе, потрясающе, потрясающе. Так, так-так-так, блять, подожди по-ожди 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 по-ожди, черт, фокусируйся, блять-блять-блять. Sorry. Да, отдыхай. Да, вот так, отлично. Так, да-да-да, да-да-да. а может приподнять юбку не бежим и все заблюрит нет нет только одной рукой одной вот этой да да там ничего не видно что волосы взги рожь себе другой рукой да вот супер идеально идеально так 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 вот это просто разъеб все год блять я погоди я проверю действительно ли разъеб потрясающе это просто пиздец серафима это просто пиздец вот боже мой этот портрет это просто сейчас дожди он не удалился смотри на этот портрет это просто что-то очень странная твоего да очень красиво смотри вот эти вот эти вот эти вот этот мне очень нравится давай 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 детка давай 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 наяривай гитару 7 струнная так 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 блять сейчас сейчас перезагружаю камеру так давай блять это раз вот замри 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 ногу на меня вытяни вот это я правильно понимаю что для тебя принципиально нет разницы на что снимать не следишь как бы за этим или там не выставляешь скрупулезно технические параметры потоки идешь снимаешь и для тебя важен вот этот момент съемки а ты не ходишь и не настаешь там выдержка такая-то диафрагма такая-то я правильно понимаю и люди они много по-другому это представление ну скажем так для меня важно на что я снимаю но то на что я снимаю отвечает не качественным характеристикам а именно что эстетическим да то есть камера это определенный язык и если говорить вот с позиции тебя серке да как вы обсуждаете камеры так далее да то есть такие качественные моменты в фотоаппарате для меня не важны для меня важно как какой язык камера выстраивать то есть например для меня важно беру ли я зеркалку sony альфа или я беру мыльницу плену мыльницу цифровую который на которой снимали в нулевых да там разные языки получается это для меня важно или беру я эту камеру ли и или я беру полароид или я беру там инстекс или я беру не знаю средний формат пленку да там какой-то любитель вот это разные языки вот это для меня важно потому что через этот язык формируется мое высказывание эстетическое которое я не могу обозначить четче и точнее просто потому что если бы я хотела это обозначать как-то словесно я бы писал текст а не занималась фотографией спрашивать что она делает она в принципе сама сразу все говорит не надо задавать наводящих вопросов это вот этой серии коммуникации парни и девушки парни и девушки просто поток сознания и так проще работать слушай давай я тебя сниму вот на фоне вот боже ты такой цветочек нежный боже ты просто королева все это супер супер сиди так же как сидишь друзья сейчас будет клеить макароны поднимая руки обе сразу до поднимая руки волосы на леденец так 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 ты тогда плохо видишь давай мы тебе волосы заколем или подожди нет ты сама себе их будешь собирать присаживайся как сидела собирая их руками собирая руками вот так вот так вот так вот так вот так вот так так держите кто нибудь макаронина нормально нормально все отваливается отваливается ловите лови поймал волосы которыми заслужили еще упадет упадет да а выскальзывает ну пусть выскальзывает протолкнула как-то жестко слушай все нормально нормально так и будет быстрее уходи ты уходи так 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 блядь 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 так раз два три нет плохо угол чуть повыше нет как то очень плохо получается вот супер сейчас погоди замри так стой так сейчас все хорошо вот отлично клей сережа клей серафим позируй так 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 черт 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 да вот так супер вот оно вот оно идеально 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 нет чуть-чуть туда серафима взгляд на меня вот она руки торчат я хотела руки охуенно мне кажется очень круто сейчас погоди надо проверить а а а а ты беспощадно а а зато на сахар ходить не надо сейчас погоди у тебя тут макароны падают на сахар ходить не надо да чтобы не ходить на сахар я не придумала дальше шут к сожалению я могу сюда запомнить сюда да да давай уже вот сейчас мы тебе размазывать будем и с углем да сейчас будешь размазывать макияж даже наверное прямо надо сразу его размазать но я хочу поснимать как ты размазываешь мне интересно там будет будет что-нибудь интересное прикольное вот и и надо тебе хуярить этот уголь уголь да уголь в рот садись садь сейчас он молодец сейчас погоди я пытаюсь раздвинь ноги а подожди мы так не снимаем с тобой да ну да ладно я сейчас думаю просто с этими цветами они живые мертвые 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 если тебе как-нибудь их в рот ой господи не в рот а так как-то как-то вот так можно да 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 супер вот 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 в этом положении тебе нужно разгрызай бери немного воды разгрызай разгрызай ничего страшного он бескурсно держи и тебе нужно будет набери столько воды чтобы у тебя эта жижа превратилась в более-менее жидкую консистенцию чтобы у тебя она легко стекала и прям выпускай ее изо рта сейчас погоди по моей команде мне сначала тебе нужно по зубам разгрызай да вот супер голову чуть подниже опусти сейчас мне что-то не нравится так так давай позирую лицом то есть отпускай пусть изо рта льется все да 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 сейчас все все блять что ж такое то на камеру ага выпуская жижу что она не льется у тебя и позирую и улыбайся и ты прям такая радостная все ой все хорошо да супер 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 а чё так мало жижа а чё так мало жижи так я еще не верну уход да да его нет как человека его не оставался тогда еще воду набери еще погоди не это еще воды набери не ты как бы расслабь рот не напрягая его пусть само льется да вот блядь 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 давай 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 о отлично так 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 давай давай я не люблю так замри пожалуйста улыбнись да вот супер все можешь а вот отлично посмотри в камеру а вот идеально и идеально потрясающе то что нужно да 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 супер 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 да супер 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 замри пожалуйста так не шевелись а вы сами язык а нет пониже немножко голову опусти да вот супер вот так ага ага все все погоди да вот отлично замри так пожалуйста мне нужно смотри в камеру сколько ног побывала в моем рту кунковеды попробую размазать сейчас секунду да давай открой глаза отлично может просто сеть то есть фотография это визуальный язык первого но естественно значит иногда лучше даже самые простые вещи проговорить потому что много людей разных людей хочется что мы разговаривали примерно на одном языке хотя бы базовые элементы мы понимали а вот твоя фотография вот твои видения она приносила тебе какие-то интересные знакомства или интересные ситуации да но мы с пахомом приятельства ну ладно я не хочу перечислять имена но до приносила и знакомства да с известными деятелями с известными в узких кругах деятелями вот с обеспеченными ну в общем как какие-то престижные знакомства у меня есть вот скажем так давай просто я думаю что люди некий такой средний человек да то есть нормальный человек который имеет свои средние стандарты красоты смотрят его фотографии его конечно немножечко коробит если там не подрывает да и тут вопрос бывает ли у тебя прям негативного отзыва не то что там твоя фотография плохая а вот что люди не вообще с ума сходят ну конечно да ну да да сейчас реже гораздо но когда там какие-то автопортрет раньше выкладывала особенно сейчас просто эта история такого плана язык да такой домашний трэш грубо говоря он более-менее распространенный в принципе там всякие альт девочки альтушки они все это делают прекрасно вот но когда я это делала в 2016 году тогда у людей просто взрывались пердаки то есть мне приходили там каждый день пачками письма о пожелании смерти и так далее то есть просто невероятное качество хейта после вина и крови просто пиздец был вот сейчас сейчас меньше сейчас как бы еще дрочеры подключены у меня личка как бы не пустует не всегда есть с кем болтать вот как то так у меня даже есть есть веб зина я делала книжку небольшую который состоит полностью из переписки с хейтером вот она безумно смешная так что есть хотите можете купить вот она безумно смешная безумно крутая потому что чувак начинает с того что ну как бы оскорбляет меня очень жестко вот а в общем итоге мы с ним становимся ну я не я не хочу спойлер то что это убьет всю интригу концовка неожиданная концовка просто пиздец там две концовки там как бы есть определенный конвенционный момент где мы с ним по сути становимся друзьями вот и концовка просто пиздец уничтожительная ну все я думаю что все заинтересованы давай смоем давай смоем без макияжа да молоко и все что не было серафима не докрашивая это даже да я просто для для истории как бы сделаю этот кадр я можно в принципе сделать кадр но не снимать его на видео я не знаю это пиздец какой-то ужас какой-то вообще кошмар это на милую еще дыкать сужена иначе бы выглядит так как будто обгорел как будто у него уже с лица просто слеза суши да смывай и заодно пробуем сейчас моется подожди блин надо снял горела но мне окей суши можно можно я тебя на видео сниму тебе нужен привет раз тоже заговорила давай уточним вот у ребят были разные подходы вот какой тебе больше нравится или ближе или как бы ты охарактеризовал эти подходы и не могу сказать что какой-то подход мне нравится больше потому что в каждом подходе я чувствую себя по-разному скажем так и разность состояния ощущаю пока только про подходы кто тебе больше понравился я говорю не могу выбрать кого больше понравился потому что у каждого по всема свои плюсы окей спасибо пожалуйста боже это потрясающий кадр никто не будет снимать еще нормально fuji crop а не стекста нет падай а мышь вот так вот боком как бы только в ту сторону наоборот у тебя нету не меня у тебя по у тебя 1 в олимпию помнишь я я говорил войдете в какой-то момент прям в прямое сравнение а можно попросить его часто она происходит и ноги туда вытягивай да и вот так супер да вот вот идеально заври работа я хочу чтобы меня сиси немножко торчали в зеркале я не знаю получится получится ой что мы здесь боже а может не аккуратный то есть выпустить несколько прядок из пучка да вот вот так вот так супер замри замри это охуенно замри не двигайся ни в коем случае ни в коем случае голову чуть повыше сима это просто невероятно это просто пиздец ой ссори я чуть забылась я когда забываюсь начинаю ругать держи себе в рот выливаешь я погоди 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 тут надо кадровость не нужно найти идеальный ракурс давай повыше 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 холодные микроволновки можно погреть давай погреть давай погреть давай погреть ничего не будет да это же стекло он пока не лей давай 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 так сейчас погоди я настроюсь давай посмотри в камеру а примерно предпоследний вопрос вот ты говоришь много благорительства а как-то через все это проходило потому что многие люди но думаю они просто бросили ритм испугались были просто как-то вот это все пережила может ли дать какой-то совет как делать людям которые получают какой-то агрессивные комментарии по поводу их творчество но это многокомплексная история потому что нужно мне кажется и ручить с какой-то поддержкой друзей и поддержка людей которых ты уважаешь потому что я тогда училась в школе и как бы мой мастер меня поддерживал на врачинка училась братков меня поддерживал меня поддерживал муж меня поддерживали друзья потом это все переработалось так что в принципе поэтому стало так много что уже какая-то анестезия выработалась вот потом начинаешь просто все это как бы через смеху очки обрабатывать так ну то есть искать какие-то приколы во всех этих историях потому что они же ну то есть хейтеры они же не всегда пишут и потому бы умри жирная сука они иногда там какие-то поэмы сочиняют да то есть какие-то какое-то искусство создают обка лажи какие-то шлют с твоим лицом там просто какие-то смешные вопросы с кем-то невероятная переписка заворачивается да очень абсурдное вот некоторые настолько безграмотные и так без ну то есть они пишут там иди нахуй но пишут и пошла нахуй ну вот как-то там над этим можно смеяться вот но поначалу когда хей только начался и ну было очень много слез моей стороны да я очень много плакала и хотела все бросить но как-то это все переработалось просто потому что я приняла что я честна в своем языке другой я быть не могу никогда не могла я всегда была ебнутой вот другое быть не могу и мне ничего не остается кроме как продолжать вот и все то есть у меня просто нет выбора замкнуться я не могу потому что тогда если я замкнусь я перестану делать вещи которые приносят мне удовольствие я просто стукну впаду в депрессию в конечном итоге покончу с собой и да наверно последний вопрос какие бы ты советы дала начинающим фотографам или творческим фотографам которые только-только начинают и потом вдохновлять с тобой я не знаю если честно ну самая самый оптимальный совет это просто больше снимать больше снимать разного экспериментировать и не боятся когда что-то не получается но у меня я не знаю насколько я хороший советчик но мне кажется что нужно просто делать вот ну и ладно давайте самый последний вопрос посадок какую-нибудь книгу почитать на вечер какого плана любую как-то тебе нравится здесь но у меня библиотека в голове мне нужно знать какого надо вот а вот для чего не 1 и чего просто клево но я посаду свою самую любимого автора на всю жизнь наверное это александр брейдер читатель саши вот вот потому что саша брейдер он макнет вас в говно собственных собственных собственной ничтожности вот как субъекта и из этого может вырасти какое-то адекватное понимание искусства адекватное понимание искусства это любовь к нему настоящая как-то вот так у меня пока не получилось мне кажется спасибо это отличный интервью до 5 полина закончила снимать а это значит что сейчас мы можем посмотреть фотографии двух участников друг за другом обратите внимание что сергей снимал на несколько камер то есть на цифровые камеры и на инстаксы поэтому снимков у него получилось побольше чем у полины и я буду показывать их в том порядке в котором авторы посчитали нужным их показывать поэтому это именно авторская мысль поэтому снимки были раскиданы сейчас они могут идти в другом порядке может быть новые какие-то добавятся так что вы смотрите внимательно и мотайте на уз какой автор вам нравится больше а лучше еще попробуйте у себя спросить почему и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну или хотя бы посмотри, что они делают Полина, например, в своем телеграм-канале Пишет интересные тексты Если ты не любишь почему-то фотографию То, может быть, тексты тебе будут Любопытны Поэтому надо находить интересных людей Потому что иначе жить не так Весело, как могло бы быть Еще раз благодарю тебя за просмотр Еще раз благодарю тебя за лайки, Репосты и так далее Ну а с тобой был Илья Набираем следующий фотобаттл Ну а пока можешь посмотреть Различные видео Или стримы, если ты почему-то Еще их не смотришь На этом все Пока Фотографируй